Пора, Шалислав! Для России с любовью! Усаживайтесь поудобнее, мои дорогие! Я продолжаю вам показывать и рассказывать, как же мы здесь живем в Америке. И это видео продолжение моего прошлого видео, где мы путешествовали и продолжаем путешествовать на Тихом океане в прошлый выходной 17 апреля. И в этом видео я вам немножко расскажу, почему дорожает недвижимость, очень дорожает. В Америке. Как нам не повезло, мы не увидели внутри лодки, которые мы хотели посмотреть. О хот-догах, неправильные хот-доги, расскажу много-много о них. Жара и 5-6 метров снега в нашем штате в один день. Как же с безработицей в Америке, вы спрашиваете. И еще, как избежать пробки в США, если торопишься на работу. Я думаю, что такая система уже работает и в России, и для вас это не будет новым. Ну, вот сейчас посмотрим. Ну, и мы закончили прошлое видео на том, что мы прибыли в один маленький городок на побережье Тихого океана, Анакортес. Ну, если вы помните, то я обещала вам показать и рассказать немножко об этом городке. Все городки на побережьях или в горах – это туристические городки. Ну, и здесь очень много туристов, но своеобразных туристов – это на берегу океана. Значит, многие, у многих лодки парусные или моторные. Но наряду с туристами здесь, конечно, очень много и местных жителей. Ну, посмотрите, ну, как же неприятно здесь жить. Ну, конечно, вид на воду, на океан. Я только могу представить, какой вид открывается заднего дворика домов, которые здесь расположены. Ну, кстати, многие говорят, что дома слишком близко расположены. Я еще не раз повторю, наверное, об этом в моем видео. Ну, вы знаете, люди приезжают сюда как туристы. Даже местные жители, ну, не хотят они иметь много, большой участок земли. Если хочешь иметь большой участок земли, значит, покупай дом за городом. Сюда ты приезжаешь не огород разводить, не работать в огороде, а отдыхать. Просто наслаждаться морем, океаном, водой. Ну, и просто отдыхать. Ну, вот этот дом на продажу. Мы проехали по многим улицам и не видели очень много домов на продажу. Ну, вот посмотрите, real estate agent делает такой ящичек. Это очень принято у нас, где листочки с описанием дома, с фотографиями и с ценой, сколько стоит. И контактные номера телефонов. Это очень удобно. Ну, мы с Беном, я Бену предложила угадать, сколько же стоит этот дом. Он говорит, ну, наверное, 600 тысяч долларов. Так вот, как оказалось, этот дом стоит полтора миллиона долларов. Ну, мы, конечно, были удивлены, но что делать, это же на берегу океана. Не где-то далеко от города, не в нашей местности, да даже в нашей местности. Очень много домов по миллиону и выше. Это не такая уж редкость. Так что, что, что удивляться. А это огромный дом. Ну, и посмотрите, конечно, всё очень красиво выглядит. Ну, и как я уже упомнила, что не очень много домов на продажу. И у нас то же самое. Домов на продажу очень трудно найти. Мы тут посмотрели в нашем посёлочке на прошлой неделе, и мы были удивлены. Ни одного дома на продажу нет. И даже в нашей электронной газете Real Estate Agent объявила, что кто будет продавать дома в ближайшее время? У меня есть покупатель, а домов нет. Кто будет продавать, пожалуйста, сообщите мне. Почему же так? Это не только у нас здесь. Это везде по всем Соединённым Штатам. Очень большая потребность в домах, а домов мало. Ну, вы помните, в 2008 году, кстати, вот там дом строится, видите? В 2008 году обвалились цены на дома, потому что их построили столько много, а спрос был маленький. А вот сейчас, наоборот, спрос... И с тех пор очень мало строили, а сейчас много строят. Но спрос очень большой. Люди покупают и покупают дома. Ну, значит, у людей есть деньги. И откуда они? Ну, мы с вами немножечко поговорим об этом. Ну, здесь же, в городе Анакортес, мы решили посмотреть парусные лодки. Здесь есть причал, где парусные и лодки с моторами. Все лодки расположены, они поместили в одно место, чтобы люди посмотрели. То есть все они находятся в одном месте. Бену очень понравилась вот эта вот лодка. Ну, конечно, очень красивая, но мы не нашли цену, потому что её только что привезли сюда. И даже цену ещё не выставили, не напечатали. Написано, что новая лодка, цены ещё нету, будет чуть попозже. Но понравилась нам. А вот это вот постарее лодка немножечко, но тоже красивая парусная лодка. Эта лодка 45 тысяч долларов. Новый мотор на этой лодке, она... Много нового в ней сделана. Ну, красивая лодка, конечно. Но меня интересовали другие лодки. Мне сейчас стали нравиться вот такие... Вот такая вот огромная лодка. Тоже парусная. 45 футов, это разделить на 3, где-то 15 метров, да? 159 тысяч долларов. Очень дорого, конечно, но лодка парусная классная. Мы решили сначала посмотреть снаружи и потом попросить показать внутри то, что нам понравится. То, чем мы будем действительно заинтересованы. И по цене будет приемлемо, конечно. Ну, и имеет смысл посмотреть. Но вот меня заинтересовали вот эти вот лодки. И я смотрела онлайн. Это называется троллерс. По-русски траулеры. 75 тысяч долларов. Лодка не новая, но тоже очень много усовершенствований у ней. Много нового сделано. На продажу не выставят за такую цену старые лодки без ремонта, без усовершенствований. 28 фит, это разделить на 3, ну, где-то чуть побольше 9 метров в длину. А вот эта лодка очень классная. Она не только моторная, но еще и парусная. И тоже троллерс. Троллер. Траулер. И тоже 75 тысяч долларов. Очень красивая. Она поновее. Она и смотрится поновее, но очень, конечно, очень красивая. Мы с Беном решили посмотреть эти две лодки. Бен сходил, спросил. И оказалось, что они уже проданы. Вот так вот. А почему же проданы? Почему недвижимость возрастает в цене, и люди раскупают дома? Почему раскупают даже вот парусные лодки, не только парусные, вообще лодки? Раскупают орви, трейлеры, моторхоумы. Почему сейчас пандемия? Кажется, ну, люди должны сидеть дома, денег нету, получается, ни у кого. Но дело в том, что здесь, в США, все работает по-другому. Конечно, вы не знаете многого о Соединенных Штатах, и вам никто правду не скажет. Но все дело в том, что стокмаркет пошел вверх, и кто инвестировал деньги, ну, значит, у того они и водятся. И я, кстати, в одном из видео вам рассказывала, как люди здесь копят деньги. Я ссылку на это видео оставлю внизу. Ну, и кто разбирается в стокмаркете, знаете, что чем выше цифры, тем лучше финансовые дела экономические в стране. Так вот, когда Трамп принял президентство, цифра была 17 тысяч. Перед пандемией 27 тысяч. В течение пандемии пошла вниз 16 тысяч. Когда Трамп ушел, Байден стал президентом 27 тысяч. А сейчас 33 тысячи эта цифра. Небывалая, как Бен говорит, в истории США цифра на стокмаркете. В одном из моих видео я уже вам говорила, что многие инвестируют деньги здесь, в США. И поэтому у людей водятся они, потому что дела на стокмаркете очень хорошо идут. И покупают недвижимость, дома и все остальное. Ну, а как же дела у нас с безработицей? Так вот, безработица была в начале января 2020 года перед пандемией 3,5%. В апреле, когда пандемия обрушилась, 14%. Очень большой уровень безработицы. А сейчас где-то 6%. Ну, вы спрашиваете, сколько же платят? И вот я хотела вам показать. Пошла на веб-сайт Вилла Ричленд, Вашингтон. И в регистраторе медицинского учреждения 15-16 долларов в час. Это где-то 1200 рублей. Это без всякого опыта работы. Дел Тако – это ресторан фастфуд. То же самое, где-то 1200 рублей в час. Ну, вот если уже по профессии какой-то с опытом работы, конечно, дороже, платят. Вот, 80, 50, от 50 до 80 тысяч долларов в год. Ну, вот здесь посмотрите еще. Household assistant. То есть в доме убираться, с животными гулять. Где-то до 20 долларов – это, значит, 1500 рублей в час. В зубном кабинете ассистировать врачу – то же самое, где-то 1300 рублей в час. Ну, вот, в общем, вот такие вот. В Walmart всегда большие магазины нанимают рабочих. И там тоже где-то 15 долларов в час, то есть 1200 рублей в час. Ну, это посмотрите на одной только странице, а страниц много, я не стала на все идти. Не хватает рабочих рук везде, абсолютно везде. Но люди не торопятся выходить на работу. Кто получает 300 добавочных в неделю, 300 долларов добавочных в неделю к безработным деньгам, то они не торопятся выходить, им и так хорошо. Ну, надеемся, что это закончится скоро, и все войдет в свою норму. Очень хочется в это верить. Ну, и в моем прошлом видео я вам говорила, что обед Бену не очень понравился. И на ужин он присмотрел вот это вот место, хот-догс. Когда я говорю, когда я приехала сюда и услышала хот-дог, в моем представлении он выглядел вот так. А здесь, оказывается, так выглядит корн-дог. Сосиска, запеченная в кукурузном тесте, в кукурузной муке, в тесте, сделанном из кукурузной муки. Вот так вот будем говорить. Ну, а здесь хот-дог выглядит совершенно по-другому. Есть много видов хот-догов. Есть Нью-Йорк стиль, Чикаго стиль, чили-чиз-дог, это вис с чилы, я вам скажу попозже, что это такое, и с сыром. Ну, вот, Бен ест чили-чиз-хот-дог стиль. Сейчас вы увидите один из видов таких хот-догов. Кстати, тот, кто хозяин этого ресторанчика спросил у меня, что же я буду есть? Ну, я сказала, что я не ем мясо, я не буду есть. Он говорит, ну, у нас, кстати, есть и вегетарианский хот-дог. Ну, я решила не есть в этот раз. Мы, когда поедем в наше большое путешествие, скоро я вам покажу любимый хот-дог Бена в Луи-Вилле, Кентакки. Кстати, не пропустите это путешествие, мы поедем в Кентакки, Теннесси, Джорджио, Флорида. Я вам покажу дом, где живет Трамп сейчас, и мы пойдем под парусником, под парусником, ну, да, на парусной лодке, как это сказать, на парусной лодке в Мексиканском заливе. Ну, в общем, не пропустите, путешествие будет очень интересным. Я вам покажу, где я жила, когда приехала в Соединенные Штаты в 2004 году. Ну, а теперь давайте посмотрим, как же здесь делают хот-дог. Ну, берут, как, наверное, и везде, разрезают пополам булку. Кладут сосиску. Кстати, он предупредил, что сосиска вся натуральная, никаких добавлений, никаких химикатов, нету ничего. Высший сорт. И я вам скажу, что можно верить. В таких местах не будут вас обманывать. И вот посмотрите, что он наливает. Это чилы. Что же это такое? Это промолотое мясо, помидоры, лук, чеснок и много-много очень острых мексиканского стиля специй. Варят очень-очень долго. И получается вот такая вот еда. Посмотрите, он еще сверху кладет лук. Сыр. Ну, там много всего, что попросишь по твоему вкусу. И кусочек огурца Бен попросил. Но у людей вкус разный. Кто-то любит очень острое, кто-то любит не очень острое. И поэтому на отдельном столике есть еще кетчупы, острые, всякие соусы. Бен любит очень-очень острое. И вот из всего этого он выбрал только один. Его самого любимого острого соуса здесь не было. Но он выбрал то, что мог найти. Я ему говорила, что, говорю, ну что же мы не взяли с собой. Обычно мы в такие путешествия берем его любимый острый соус. Потому что знаем, что он ему пригодится. А не все это, конечно, любят. Такое острое. Ну, вот такой вот хот-дог. Кстати, в Кентаке я вам покажу совершенно другой хот-дог, который любит Бен. Его самый любимый. В Луи Вилле, Кентаке. Ну, и мы сели в отдельную комнатку. Очень уютная комнатка. И очень интересно мебелировано, так сказать. И украшено в стиле ретро, в стиле 50-х, 60-х. И я вам хочу сказать, почему этот хот-дог Бен называет неправильный. Потому что он говорит, правильный хот-дог ты должен взять руками и поместить в рот. А этот хот-дог не влезет в рот. И ты должен использовать вилку и нож, конечно. Ну, правильный хот-дог в его понимании я вам обязательно покажу. Не пропустите. Наши путешествия будут очень интересны. И вы увидите много-много-много-много действительно. И узнаете много полезного и интересного для себя. Ну, а сейчас я вам покажу, как в Соединенных Штатах пытаются справиться с пробками. Вот, посмотрите. Мы сейчас едем по полосе, по линии, которая отделена сплошной полосой. Это линия. И вот, посмотрите, стоп-кадр. Автобусы и buses and two-person carpools only. Значит, только для автобусов и для машин, в которых два и больше человека находятся. В США очень многие, ну, я думаю, так как в России, используют, если едут на работу далеко, то кооперируются и едут вместе, едут по очереди. Сегодня я еду в твоем автомобиле, завтра ты едешь в моем и так далее. Ну, то есть, и вот эта полоса создана, чтобы как-то стимулировать людей ездить, кооперироваться вместе, потому что отдельные полосы созданы, значит, быстрее можно доехать до работы или докуда-то. И, кстати, если полиция увидит, что ты едешь один в машине по такой полосе, ну, тебя оштрафуют, конечно, потому что это разгрузочная полоса, так сказать. Ну, я думаю, может, и в России уже такое существует, я не знаю. Ну, а, кстати, извините за плохую съемку, потому что солнышко в объектив было. Ну, вот и здесь тоже написано, только автобусы и машины, в которых два и больше человека. Еще одна надпись. Еще в России тоже это существует. Вот, посмотрите, четыре полосы сплошные. За этими полосами линии, которые платные. В России тоже существуют платные дороги, а здесь существуют просто отдельные платные линии, то есть для ускорения движения. И, конечно, вот там надпись, что ты платишь, когда тебе придет сообщение по почте. А сегодня мы прочитали, очень интересно, что написано, что сегодня эти полосы свободные, бесплатно, потому что суббота и воскресенье не рабочие дни, и ты можешь ехать по этим полосам бесплатно. Ну, а на обратном пути домой мы решили остановиться еще в одном месте. Проезжали мы это место очень много раз, но никогда не останавливались. Как-то все время было недосуг. Некогда, торопились. Ну, а в этот раз решили полюбопытствовать, посмотреть, что же там есть. Ну, вот я вам уже показывала карту нашего пути. И вот, посмотрите, в середине нашего пути, вот я провожу белую полосу, это горы Каскад, Каскейд Маунттенс. Самая высокая часть этих гор – Снакволми, Пас, хребет, перевал. Вот здесь вот мы и решили остановиться, заехать, посмотреть, что там происходит сейчас. И мы были очень удивлены. Ну, мы знали, что когда подъезжаешь к этому перевалу, то очень часто даже летом на вершинах гор можно увидеть снег. Ну, так как это был апрель, 17 апреля, то, конечно, снег еще лежал даже на обочинах дороги. Конечно, в лесу его было больше. Очень часто здесь сход снежных лавин. Вот, посмотрите, справа цементная железобетонная стена, чтобы дорогу не засыпало. Очень часто зимой здесь аварии. Перевал может быть закрыт на один, даже два дня, когда расчищают такие большие аварии, потому что, как я сказала, уже может быть сход снежных лавин или же просто аварии из-за того, что снег на дороге, лед, метель. Ну, то есть погодные условия здесь очень-очень плохие зимой. Очень плохие, несмотря на то, что, знаете, у нас почти снега не бывает в нашей местности, очень редко. Ну, и вот мы повернули к этому, к этой отметке. Мы не знали, что там. Но уже видим, что горы снега вокруг. Оказывается, что это небольшой горно-лыжный курорт, где зимой, естественно, катаются на лыжах, сноубординг, сноумобил, то есть снежные автомобили на снежных автомобилях катаются. Температура там была в это время где-то около 5-6 градусов тепла, когда мы приехали туда. Снег уже таял, конечно, вы можете видеть лужи на дорогах, дороги мокрые, но снега, конечно, очень-очень-очень много. Нам это место показалось очень-очень интересным, и мы решили пройти по нему. Ну, а теперь сравните. Вот там я иду, и высоту снега. Очень красиво было, конечно. Солнышко светило яркое. Народу было не очень много. Можно сказать, пусто почти. Мы так и не поняли, есть там местные жители, или это специальный курорт, специальный, как по-нашему говорят, резорт для туристов. Ну, это место, конечно, для тех, кто живёт в Соединённых Штатах и приезжают из других стран сюда покататься на лыжах и отдохнуть. Ну, а летом здесь тоже туристов очень много, потому что можно ходить здесь, много водопадов, ездить на велосипедах с семьёй. Ну, посмотрите, сравните трактор и снег, высоту снега. Вот столько снега здесь. Бен говорит, что ты переживала, когда снежок вдруг в воздухе завитает около нашего дома. Ты переживала, как же я буду ехать на машине и посмотри, сколько здесь, говорит, у людей снега. И люди сделали вот тоннели такие около их дома. Бен увидел что-то интересное. Снег до второго этажа, вот там, Бен говорит, посмотри. Ну, вот мы вчера были в тюльпанах. В поле, где, в полях, где тюльпаны и где я была в шортах и в футболке. А здесь вот, посмотрите, вот сравните машина и снег рядом. Нет, 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 нет. Я не готова, моя любовь. Это так круто. Я говорю, Бен, ты фотографию сделаешь рядом с тем, рядом со снегом. Я пошлю его сестре и напишу, что это снег, рядом столько снега около нашего дома. Посмотрите, какие интересные, красивые домики. Вот они здесь деревянные. Посмотрите, помните, вы говорили, как же у вас так строят? Вот здесь деревянные дома из бревен. бревен, бревенчатые. Ага. А вот здесь машину из-за снега даже и не видно. Окей, look, you can go to the coffee shop. You are great. So fast. И вот такая вот гора снега. Ну, представляете, сколько здесь снега теперь. А домики, конечно, просто прелесть. Ну что, я хочу сказать, что я не видела столько снега с моих детских лет в Чижове, когда мы строили в снегу, в сугробах домики, и лавочки там делали снежные и сидели. Я не видела столько снега. Конечно, для вас это не такая уж диковинка, потому что в России это... Снег нормально. Ну, для нас уже, для меня уже много лет, да, наверное, с тех пор, как я приехала сюда, в Соединённые Штаты, снег диковинка. В Нью-Мексико не было снега, в Джорджии, в Кентакки, в Индиане, где мы жили, тоже очень редко был снег. Ну, и здесь, на юге штата Вашингтон, тоже снег в диковинку. Да, вот такие вот горы снега здесь. Ну, эти дома, скорее всего, для аренды. Ну, и как я уже говорила, что многие из вас мне пишут, что как же близко у вас дома стоят, и даже пруда нету противопожарного. Ну, зачем нам противопожарные пруды, если есть вот такие противопожарные краны? А здесь, посмотрите, его даже закрыли таким домиком, чтобы не заносило снегом. И можно было подсоединить шланг к трубе. И если пожар, то использовать этот шланг. Так что всё нормально с противопожарной безопасностью здесь и у нас также. А это такой визитер-центр. Это значит, где можно получить информацию обо всём, что здесь есть вокруг, где можно на лыжах покататься, про дороги, про температуру, про погоду. И туалеты, сувениры и кофе. Бен пьёт кофе. Бен, is it good? Ну, и вот он, подъёмник. Чарлифтс. И я видела даже лыжников. А, вот там можно видеть. Вон, кто-то поднимается на лыжах с собакой. Поднимается вверх. Подъёмник, наверное, ещё не работает. Или, может быть, работает, я не знаю. Ну вот, здесь катаются на лыжах. Снегу, конечно, уйма. Снегу много. До сих пор. А у нас сегодня и завтра в Ричлэнде где-то 33-34 градуса тепла. Вот такая вот разница в температуре в штате Вашингтон. Разница в климате. Ну вот, мы проехали в нашем штате с юго-востока, где я живу, до северо-запада, не до конца штата, потому что штат продолжается до границы с Канадой. И вы посмотрите, какая разная природа. Вот это там, где мы живём. Совершенно пусто. Дождей нету, нету деревьев. Ну, пустыня. Совершенно, можно сказать, точно пустыня. Подъезжаешь к горам, перевал, и в один и тот же день горы снега. И, конечно же, горы покрыты лесом. И лес на побережье, в Сиэтле, и везде на побережье Тихого океана. Ну, и тюльпановые поля, тюльпановые фермы. Вот на этом я и заканчиваю наше путешествие. Всего хорошего. Не болейте. До свидания. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok